Доброе утро. Утро доброе, утро раннее. Я уже оделась, собралась с собаками. Что-то решила, сегодня такая светленькая быть. Сегодня у меня должна приехать посылочка с Хэллоуином. Как всегда, наверное, приедет ночью. А вот потом я сегодня еду на очень важное дело, о котором вы узнаете позже. И что еще? И сегодня у нас пятница. Родительское собрание. Я сегодня должна просто все успеть. Вы готовы? Вы собрались? Кирюшка, пошли. Кирюшка тоже уже проснулась. Тера, а где Тера? Тера! Тера! Я не знаю, где Тера. Идем, Тера. Я не знаю, как у других, но я своих собак с утра заставляю идти гулять. Была бы их воля, они бы не планировали даже на прогулку. Вот вечерняя прогулка, это для них просто кайф. А утренняя, это просто какая-то каторга. Раз, два, три, четвертый только что домой зашел. Короче, у меня поменялось время. Срочно поменялось время. Поэтому я бегу раньше, чем нужно, добюшка. И сейчас мне нужно срочно сделать отпечаток лапы. Я не вижу, куда крылось. Мне надо, чтобы ты его взяла. Давай. Давай. Прикладывай. Куда? Давай, я приложу. Кирин. Я думаю, что пойдет. Китя, я ушла. Пока. Доби, пока. Шанти, пока. Тера, пока. А здесь снег. А, снег вроде бы на улице. Я убежала. Снег уже домой залетел. Не сделают мне лапку. Именно добину. Потому что это сложная татуировка. А я... Вы уже знаете, куда я еду. А я еду к ученице. Короче, буду себе портаки набивать. Да, вот такая вот история. Что еще хочу сказать? Ну, на ком еще учиться, как ни на мне. Я всегда к парикмахерам ходила, которые в детстве. Не в детстве, а в подростковом возрасте, которые учились стричься. Для того, чтобы человек умел в дальнейшем. Вот и сейчас. Так что я не знаю, что у меня получится. Но, в общем, что получится, мы посмотрим потом. Главное сейчас доехать. Потому что, я же говорю, ехать это нужно очень-очень далеко. И вообще непонятно куда. Я еще резинку забыла. Я еще в краске все. Короче, ладно. Я не знаю, как это работает. Но, как всегда, мой транспорт, который мне нужен, он всегда едет. Все, все просто транспортные средства едут в другую сторону. Но не ко мне. Я вообще не знаю, как работает логистика у транспорта, когда они все едут или все в одну, или все в другую. Почему не сделаю так, что там два едет в одну сторону, два едет в другую сторону. Чтобы было нормально для всех. Нет. Короче, у меня уже волосы пошли жить своей жизнью. Я очень сильно расстроена, что я не сделала хвост. Приехала такой туман. И я не знаю, мне сюда или куда-то в другое место. Срочно нужна резинка, чтобы заправить свои волосы, которые, я не знаю, сейчас выглядят как мама-ми, я не горюй. Так, вот такую вот я уберу. Все, теперь я хоть немножко похожа на человека. Потому что это кошмар какой-то. Настолько сильная влажность, большой туман, волосы уж лежат своей жизнью. Все равно фигня на голове, но хоть более-менее. Я приехала, как всегда, раньше, чем можно. Я максимально быстро доехала. Три раза выходила из метро, потому что не на то остановку приезжала. Я написала сейчас человечку, могу ли я раньше прийти. Или мне вот это вот ходить и превращаться в кикимору. В новых ЖК можно потеряться, чтобы найти ступеньки, чтобы подняться на второй этаж. Я сегодня просто какая-то странная. Я сегодня в метро проезжала свою остановку два раза. Теперь я в тролливале села, у меня вообще повез другую сторону. Теперь я еду обратно. Чуть меня в ретро-вильни завез. Вот я сегодня какая-то соня. Я снова чуть не проспала свою остановку. Мы с этими, со всеми поездками пришла смс-ка, что моя посылочка уже на пост. Поэтому я вот... Опачки! Ну просто все великолепно. И даже я успеваю на родительское собрание. И даже я успеваю с девчонками где-то тут встретиться, а не гулять. Я не знаю по какой причине, но я безумно сильно взаимнорзла. У меня просто зуб на зуб не попадает. Хотя на улицу достаточно комфортно и тепло. Но я не можу. А вон, по-моему, мои девочки сидят. Молодая кровь вас греет? Я думаю. Какой ты личке? А покажите мне ваши... Так, еще никто не видел. Так, кажется, ты же не тут хотела. Кто-то мне показывает. Еще никто не видел? Ну ладно, тогда показываю. Ты же не тут хотела. Решила тут, потому что... Ну как? Почему нет? Ну как? Почему да? Ну как? Почему? Потому что мне сказали, что на том месте, где я хотела, плохо они расплываются очень быстро. А где вы хотели? Ну как, Кира? Офигенно. Мне очень нравится. Короче, вот такая вот. Так вы дверь ввели или одну? Why not? Почему нет? Очень прикольно. Вторая? Блин, просто раздеваться надо. А вторая, Кира, это... Я все-таки уговорила их сделать добину-лапу. Но сделали мы ее необычно. Мы ее просто сделали контуром. Но это реально добина. Но контур. А вы именно добину? Вы именно добину лапу взяли? Да. Реально? А так эскизишь дома? Ну у меня же фото. А, офигенно. Ну круто? Да, круто. Так, ребята, вторая татуировка. Вот такая вот. Крайно классно. Это реально добина лапка в уменьшенном размере. И просто по контуру обвели. Потому что девочка, которая учится, она умеет пока только такое делать. Но мне такое очень нравится. Прикольно? Да. Так что вот так вот. Вы увидели все мои татушки. Что это? А, нет, это дома будем открывать. Не, требуется. Боже, кошмар какой-то. Ну ладно, смотрите. Начинается у нас распаковка Хэллоуина. Тут прямо. Это все для... Поднимайте, Нудя, она не тянет. Да все, нормально. Да тихо, тихо. Короче. Ой. Это пауки. Это на стол скатерть. Кертой? Да. А это? Это подушка для... Я дома все буду показывать вам. Подушка, наволочка. О, о, о. Это наклейка на стекло. Вы вернули, потом его отодрать? Отодрю. Это на дверь, да? Это вот такая штука на дверь. А это что? Не знаю. А можно открыть? Это на... Это знаешь куда, Кира? Это на пол. А это? Это я потом буду все делать. Я не знаю, надо смотреть. Я уже не помню, что я заказывала. Это листья. Это гирлянда. А, это гирлянда листочки осенние. Прикольно. Да, прикольно, да. Или можно мыдать. Я не знаю, что это. Открывай. Я не помню. И этот. А, это входной коврик. Короче, все вам покажу дома. Все, засовываем обратно. Я ухожу. Я так замерзла. Может, вы тоже пойдете домой? Погреетесь? Сейчас пойдем. А Кира взялась... Боже, я не могу на себя смотреть. У меня, посмотрите, что на голове. Хорошо. Кира себе футболку купила. Вот такую вот футболку. Но это она на секонд-хенде брала. А это пятно постираем. Кто-то испачкал. Я с удовольствием стираю. Отстираем, конечно. А это что, твой лонгслив? Какой-то он короткий стал. Кира просто выросла. Но, блин, она... Кира, может, хватит расти? По дороге встретили снега. Идет, ругается. Эти сумасшедшие чутки там. У них непорядок. Собаки гавкут. Ой. А что ты кидаешь? Ну, ты иди на табореза. Вика, так надо было свой телефон так бросать. Че? Че? Через плечо. Отвали мне. Открывай. Че закрой, бабушка? Я так ударю, надо открой. На, открой. А все, все. Она может врать. Не обидеть. Открывайте. Снег. Давай, малыш, давай. Я... Она не вставляет. Че? Извините. Я не пацан. Я хотела пожить. Привет. Так, это чудо. Привет. Привет, привет. Привет. Привет, привет. Где ты там? Где ты? Где ты? Где ты? Все, далеко, далеко. Немного себя в порядок привела. Ой, я смотрю, Кирюха тут убирала. А еще она делала вот такую вот пиццу. Кстати, в телеграм-канал она себе выбрасывала. И спрашивали у меня, с чем она делала. Это обычное яйцо с начинкой. Помидоры и колбаса. Я такая голодная, что мне сейчас эта пицца невероятно вкусная. А челюсть я свою так открыть и не могу. Это, ребята, вкусно. Давайте покажу вам, что же все-таки пришло более подробнее. Значит, вот это вот наклейка на стекло Help. Я ее прямо на стекло и повешу. И, скорее всего, это будет в ванне. А, возможно, и в комнате на этот там... На что вы скажите мне, пожалуйста? Я скажу на балкон. Так что очень клевая. Ну, наклейка реально классная. Не знаю, как она будет, когда мы ее будем клеить. Но пока это выглядит очень даже достойно. Так, большие пустынки. Это, ребята, наволочка. Наволочка на мою подушку, которая лежит на диване. Должна же быть какая-то хэллоуиновская наволочка. Да, смотрите, какая милая. Класс. Как раз тут есть и снег, и... А вот это я не знаю, что такое. Три... А, 31 октября. 31 октября. Но тут снег. Я смотрела, что тут я увидела снег, оранжевая лавочка. И все круто. Короче, Хэллоуин скоро будет. Шикарно. Так, следующее. Снежок, подожди. Еще. Еще вот такая вот табличка. Ну, конечно, на фото она была объемная. Реально объемная. Я думала, что она и будет объемная. А на самом деле она, ну, просто деревяшечка. Но симпатичная. Смотрите, как смотрится. А на фото казалось, что вот эта вот часть, она объемная. Но очень мило. И веревочка в комплекте, чтобы можно было повесить. Все обязательно сделаем. И все обязательно повесим. И украшать, наверное, квартиру к празднику будем, наверное, уже завтра. Почему завтра? Потому что я хочу, чтобы у меня уже это все было. И чтобы после праздника я просто-напросто взяла все. И что сделала? И утилизировала. Вот так это будет смотреться мило. Мило, мило, мило. И хватит еще не на один праздник. Следующее. Вот это вот, конечно, не очень понятно. Очень принт. Нехороший. Не такой, как был на фотографиях. А более расплывчатый. Ну, я попробую что-то придумать. Короче, это вот такая вот вещичка. Типа яма. Я не знаю, как правильно ее сделать. Типа яма в... Ага, вот так вот это будет на полу. И оттуда кто-то вылазит. Короче, портал в ад. Думаю, тоже будет интересно и прикольно. Это я хочу сделать в коридоре. Следующее. Не поняла. А что, девочки, тут... А, нет. Фу. Я думала, они потеряли. Так, еще входной коврик. Посмотрите, какой шикарный. Просто обалдеть. Очень классный. И на самом деле, тоже, опять же-таки, для праздника входная дверь не на улицу, а в квартиру. И замечательно. И цвет у него тоже очень красивый. И именно хэллоуиновский. Так, коврик есть. Вот это, ребята, это тоже, по идее, должно быть что-то связанное с наклейками. Если я не ошибаюсь, это огромная наклейка на дверь. Я ее планирую сделать в ванне. То есть дверь на ванну. Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Я не знаю, что это такое. Это, по-моему, какой-то а-ля скелет. Видите? То есть морда скелета. А может быть даже и где-то на балконе. Там где белая и на черном будет очень симпатично смотреться. Но это еще не все. Вообще она, по идее, должна быть полностью на дверь. То есть это одна часть. А здесь еще ничего больше нету. Пустота. Как так? Ну ладно. Здесь пустая. Реально ничего нету. Думала, может быть что-то светодиодное, отражающее. Но нет. Это просто кири пригодится. Клейкая штучка. В общем, будем тоже заниматься рукоделием. Клеить, клеить, клеить. Еще надо купить батарейки. Потому что здесь очень красивая осенняя гирлянда. На три батарейки. Немножко коцнута. Но посмотрите, какая она шикарная. Сейчас мы ее откроем. Так. Все убираем. Все убираем. Все убираем. Я пить хочу. Я есть хочу. Так. И вот такая вот очень красивая и очень нежная осенняя гирлянда. Мне она понравилась тем, что ее можно не обязательно на праздник. А можно именно вот когда начинается осень, можно уже поменять. И сделать вот такую вот красоту. И она достаточно, я вам скажу, длинная. Реально очень длинная. Посмотрите. Метр. Двухметровая. Класс. Мне тоже очень нравится. Как она будет светиться, я не знаю. Потому что у меня сейчас нет батареек. Я не могу проверить. Завтра, когда с вами будем украшать квартиру, мы все проверим и все сделаем. Так что не покидайте канал. Оставайтесь с нами. Как это говорится, скоро будет. А вот это вот, ребята, это скатерть. Скатерть на стол. В виде паутины. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, она на мой стол подойдет. Ой, шикарно. Вы только посмотрите. А на белом это будет смотреться невероятно круто. Вот такая вот шикарная скатерть. Обалдеть. Боже, как красиво. Смотрите, как это будет смотреться на столе красиво, да? Обалдеть. Класс. Это мне тоже очень нравится. Это вообще зачет. Но сегодня мы уже ничего делать не будем, потому что у меня сейчас еще пару времени минут, и я побегу на родительское собрание. Нет, сначала я побегу с собаками гулять, а потом бегу на родительское собрание. У меня сегодня, в общем, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Сегодня первый раз за всю свою жизнь решила купить мясо на магазаре, можно так сказать. Вот. И мы сейчас его должны принести, потому что я его заказала. И мы его должны принести на саму ярмарку. Но это мясо, из которого мы ели шашлык. И оно просто невероятно вкусное. И я решила, что я хочу такое, потому что оно мне надо. Еще я оделась максимально тепло, потому что я замерзла. Может быть, даже у меня температура, но я просто не мерила ее. У меня нет времени. А еще там сзади меня альбус. Короче, все, вы поняли. Мы идем гулять. У меня терра уперлась. Двумя своими рогами, которых не видно, они у нее есть. И хочет идти на ярмарку. Я ей не даю. Спасибо, Тируся. Идем гулять. Беру документы. Иду за батарейками, потому что они мне нужны на завтра. И сдаваться на собрание. Не знаю, что там будут говорить нам в собрании. Я только знаю, что нужно отдать еще деньги и отдать доверенность. Я дома. Я дома. Мне эта поездка... Честно скажу, обойдется не 563 евро, а 20 тысячи евро. На 4 дня. Сказали, еще папки нужно. Папки для документов, папки для лекарств. И папки просто так. Я взяла папку вот такую вот белую для документов. Вот такую вот розовенькую. Красивая, да? Ну, мне просто нравится, что она красивая. И сказали, еще нужно вот такая вот на зипке тоже взяла. Но еще нужно другие, чисто для снеков. От этого вообще, посмотрите, здесь еще можно что-то вставить. Я только заметила сейчас. Не понимаю, с какой стороны. А, вот так вот. Можно еще что-то вставить. Только сюда, наверное, поместится чисто имя Кира. Ладно, но я еще Киру попрошу на принтере распечатать вот здесь. Вот, чтобы было видно, что это Кирюхина папка. И что здесь ее личные документы. Потом взяла салатик. Взяла колбаску. Взяла бургеры. Завтра буду готовить бургеры для девочек. Потому что сегодня у нас ночует Виктория. Оливки взяла. И сыр Фету. Это чтобы сделать салат. Себе Кока-Колу. Лично себе Кока-Колу. Потом девочкам на ночь морковку. Сейчас еще возьму одну морковку-мышонку. Да, полезно. Чтобы было у них все. Булочки завтра для бургеров. И... Там-тарам... Сейчас, подождите, подождите. И еще взяла носочки. Чтобы дома ходить. Вот такие вот с привидениями прикольные. И вот такие вот с... Не знаю кем. Тоже с какими-то привидениями прикольные. И сырочек. Ну, чтобы бургеры уже получились правильные. Все. А почему по поводу поездки? Потому что поездка еще где-то тысячи полторы выйдет на дорогу во Львов. Потому что билеты во Львов еще не куплены. То есть они едут на поезде во Львов. И уже со Львова они едут дальше до пункта назначения. Плюс еще надо с собой деньги дать. Обязательные траты. Это... 30... Да, 30. 30 евро. Это обязательные траты. Плюс с собой еще на всякие там сувениры. Плюс к этому ко всему надо еще купить воду. И плюс с собой надо купить еще какие-то снеки, чтобы доехать до Львова. И там потом доехать до границы. Короче, еще дофига и больше. И плюс к этому ко всему надо еще купить лекарства, прокладки. И всякую такую вот билиберду, которая может понадобиться. Потому что смена климата и неизвестно, что может быть. И я на самом деле устала. Ну-ка пол успела помыть. Привет. Ну и пусть идет гулять. Приветчик. Кира, а ты не повесила белье, да? А ты просила? Я вроде да. Нет, не просила. А точно. А узнаете, как у меня мама просила? Как? Низована такая. Вик, ну, а... Вик, не хочешь поставить стирку? Нет, не хочу. Понятно. Я ей говорю, ну ты же поставила, типа, хочешь ты или не хочешь? Я сказала, я не хочу. Мама, ты спросила, а не я поставила, а не утвердила? Да. Если бы она утвердила, я бы поставила. Помощница мамины, охренеть. Дешать ничего не надо, потому что я даже стирку не поставила. Я положила все равно в машину и все. Любимый салат. Любимый салат, который она готовила. Это вот такое вот. Да, только без обуви заходи. Короче, Кира, смотри. Это тебе. Выбирай, какие ты себе хочешь. Еще одни носочки. Это тебе, смотри, какие красивые. Классы, куда, зачем? Это тебе в Италию. Документы сюда. Документы, лекарства, прокладки, тамбаксы и все, что надо. Кира, что, как вздыхать себе? Знаешь, везение на высшем уровне у меня месячные заканчиваются 20-го числа. Должны закончиться. 20-го. А мы едем 25-го. Это очень хорошо. Но с собой все равно сказали взять, потому что смена климата и может быть перестановка. Конечно, он отличный. Так что это опади положи. Кстати, цветочек мой отлично очень ужился здесь. И с ним все хорошо. И этот вазончик для него просто прекрасный. Я думаю, что он чувствует себя комфортно и великолепно. И похож на меня. Видел, какой у нас вазончик? Да, я видела. Мне кирилл в револю, что у вас такая штука. Вот. Так что это нужно заправить. А чем заправлять? Сольным соусом. Сольным соусом заправляйте себе лично в тарелку, а я заправлю маслом. Хорошо? Ладно. Все. Что вы хотели рассказать? Все это без камеры. Короче, вы сегодня здесь начнете? Да. А завтра Кира у меня. Они сегодня здесь ночуют, а завтра Кира? Завтра подъем? В 6 утра. Нет, в 6 утра рано. Я ничего не знаю. Хорошо. Сколько, сколько придет репетитор? Сколько, сколько придет репетитор. Репетитор еще завтра у тебя. Боже мой. Голова. Так он бы все равно пришел. 12 часов. Так у нас время до 10. Короче, завтра я хотела квартиру украшать в Хэллоуину. Значит, завтра я этого делать не буду, потому что завтра куча дел. Ну, может быть, буду, конечно, но уже после того, как вот это вот все разгребутся. Этих выгоню, тех выгоню. Я еще вам на утро купила бургеры. Делать бургеры вам в утро с утра. Все. Короче, на сегодня всем пока. У меня что, глаза болят? Я плохо вижу. Всех люблю, всех целую или наоборот. Чаушки, какаушки, цемочки и лавушки. Те, которые не любят хоррора, решили посмотреть Крик. Спать ночами не будете. Кому делали маникюр? Сама себе. Конечно, эта рука получилась меньше. Я эту покажу лучше. Боже. Ну, это я дома делала. Такие длинные. Моя захотела. Ой. Обалдеть. Китя. Я не могу. Что? Ну, зачем я так длинный? Ты будешь плакать ночью. Да я буду ночью плакать. Я Кирилл уже сказала. Я, может, буду здесь грубо говоря, пусть меня охраняют. Да, здесь пить со мной. Я знаю, кто убить. Так неинтересно. Не знаю, откуда, но я знаю. Это вообще не страшное кино. Нифига, там так реальность. Сейчас новый фильм вышел. Субстанция, говорят, очень страшная. И Ужасающий 3. Не, я люблю прям очень страшно. И говорят люди, на фильме Ужасающий 3 даже некоторые рвали на первых минутах фильма. Прикинь, какое там месиво. Я не могу так рассмотреть. Я хочу пойти посмотреть и вообще хочу посмотреть, если настолько стрёмно. Даже показывали в тиктоке, где люди смотрели это кино и тупо рвали. Не, я не могу так рассмотреть. Я не люблю так рассмотреть. Так выложи на место. Да закинь тебе шкалей. Ты нормально тебе вот так руку протереть. Тебе лень? Боже лень. Зачем я вставала? Я не могу так рассмотреть. Я не люблю ужасники. Ну я не знаю, он какой-то страшный. Причем я знаю, кто убийца. Я знаю, о чем закончится фильм. Я тебе сейчас освобожу место. Субтитры сделал DimaTorzok